Очень наш моленью внемли. Церковные песни на соревнованиях по боксу немного обескуражили зрителей. Но именно так организаторы решили открыть турнир, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана. А потом еще и русский народный ансамбль на спортивную сцену вышел. Полюбивая, какого румянистого, ухотюши, снязь бьются, все на таденько смеются. Но все же здесь главнее спорт. 92 участников, всего 4 девчонки. Сегодня сражаются самые юные и легкие спортсмены. Пока побеждают минусинцы, а тренеры почему-то совсем не эмоциональные. Сейчас сядет и все скажу. Переживаю, конечно. Но думаю, что это... По бою вижу, что это аккуратно фиксирует. Во время боя кричат. Вообще как бы запрещено правилами. Ну и иногда вырывается. Да я не знаю, еще в бою идет, все нормально вроде выигрывает. Воины-интернационалисты следят за боями. Говорят, достойная смена растет. Плохо только, что про войну мало знают. Ну, защищали нас, но я еще не проходил. Опасная война очень. Не знаю. Многие еще про Великую Отечественную войну ведь не знают. Кто такой Ленин, кто такой Сталин, кто такой Жоков. Мне, да, обидно. Мальчишки-спортсмены пообещали прочитать про войну в Афганистане, чтобы быть в курсе. Но это уже после турнира. Сейчас все мысли о победе. Ну, сильные. Пока одни спортсмены боксируют в ринге, другие разминаются в зале. Я лично к боксу никакого отношения не имею, но сегодня тренер разрешил мне, так сказать, поучаствовать в тренировке. Давай, бей, только не сильно. Если честно, немножко страшно вот так с лапами стоять. Ну, надеюсь, Сережа станет чемпионом, и тогда мне будет чем похвастаться. Финалы 15 февраля проходят соревнования в училище номер 6 в Абакане. Посмотреть, поболеть, а может и чего посоветовать? Могут все желающие. Мария Дудник, Евгений Сульбереков. Новости, 7-й телеканал.